Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня мы расскажем о четырех стратегиях видеомаркетинга. Как же с помощью видео можно увеличить продажи вашего бизнеса? Поехали! Вы наверняка знаете или слышали, что видео это тренд, что это один из самых эффективных видов контента и что видео заключает в себе огромные возможности для продвижения бизнеса. Но вы, наверное, даже зная это, не совсем понимаете, какие конкретно стоит предпринимать шаги, чтобы получить конкретные переходы на сайт, заявки, продажи. Поэтому мы сделали видео о четырех стратегиях видеомаркетинга и оно больше относится к владельцам, управляющим бизнесом, потому что оно показывает общее видение, направление движения туда, где есть деньги, а уже техническая реализация всего этого можно будет организовать позже. И для этого мы сделаем уже ролики тоже более подробные, как конкретно, что нажимать и что делать. Стратегия номер один – это видеопосев. Сначала о понятии. Видеопосев для нас – это распространение видео в интернете через любые источники. То есть для других это понятие может быть немножко другим. И главные его плюсы, что его можно сделать прямо сейчас – очень маленькие трудозатраты, но как минусы нужно изначальный достаточно довольно большой бюджет и из него не будет бесплатного выхлопа. Практически он может быть минимальным. Постоянно, чтобы он работал, нужно будет вкладывать деньги. Кроме того, если это одно видео, особенно не заточенное под источник, где оно выкладывается, то мы даем рекламу в лоб не согретому пользователю. И поэтому эффективность такой рекламы очень-очень маленькая. Для чего можно использовать видеопосев? Чаще всего для теста ниши, когда вы только начинаете свой проект бизнес или хотите понять, работает ли видеоролики, ваша видеовизитка и какой-то ваш видеоконтент. Для тестирования его на разных площадках. Кроме этого, после видеопосева мы можем понять, кто ваш клиент, какой возраст, какие интересы, кто из ваших потенциальных клиентов интересуется и смотрит данные видеоролики. Что нужно сделать для данной стратегии? Во-первых, нужно создать видеоролик. Для этого нужно прописать свои основные преимущества, сценарий, снять и смонтировать. Второе, нужно сделать несколько вариантов этого ролика, которые подогнаны, например, под разные площадки для социальных сетей, отдельно для сайта, для инстаграма. Это не обязательно, но желательно. Третье, нужно настроить систему аналитики на вашем сайте, на ютубе и на ваших социальных сетях. И четвертое, нужно с помощью специальных чек-листов проводить продвижение видео на всех этих возможных платформах. Чем больше вы их возьмете, тем лучше вы сможете протестить, где что лучше работает. Но самое важное, это настроить аналитику, чтобы все деньги, которые мы вложили, смогли нам показать, что работает эффективно, что нет, иначе это все будет бессмысленно. И сейчас давайте перечислим, на каких площадках можно производить, с помощью каких площадок можно производить видеопосев. Первое, это, конечно, ютуб. Если вы хотите в любом случае продвигаться и через ютуб, то стоит начать с организации рекламной кампании через Google AdWords для видео. Также сразу стоит создать кампанию Facebook. Аудиторию в Facebook можно добавить через закачку базы мобильных телефонов ваших клиентов. Если мобильные телефоны есть и прикреплены к определенным аккуантам, то реклама будет показываться этим аккуантам. Также, если у вас уже есть база подписчиков, там, e-mail, который вы также можете добавить в Facebook, вы можете с помощью специального инструмента Look&Like. Facebook подбирает аудиторию, похожую по интересам и по всем параметрам, на ту, которую вы предоставили. Чем более точная аудитория есть у вас, тем более точная получится аудитория Look&Like. И Facebook, она гораздо более точная, чем ВКонтакте. Именно вот в Facebook рекомендуем ее применять. Мы не забываем и о Инстаграме, потому что реклама в Инстаграме делается через рекламный кабинет Facebook. В ВКонтакте, в принципе, все то же самое. Создаем рекламную кампанию, делим на несколько видов объявлений, чтобы уже можно было тестировать на разные аудитории. И ВКонтакте удобно, что созданные аудитории в сегменте Target, в том же самом, мы можем именно использовать для ВКонтакте. Именно там они могут добавляться, именно IP-шники ВКонтакте собираются этими сервисами. Также Одноклассники – это сторонние сервисы. Если вы делаете и в них, то как раз здесь лучше воспользоваться сервисом, который делает сразу рекламные кампании для Facebook, для ВКонтакте и для Одноклассников. Мессенджеры – это тоже большая возможность, потому что вы можете, например, через Facebook давать рекламу и скидывать ролики прямо сообщениями пользователям на мобильник. И надо это применять, обязательно надо протестить. И чтобы это сделать, например, в Facebook, надо сделать даже самый простой бот – автомат, который присылает сообщения, дает варианты ответов, из которых пользователь может нажать какой-то вариант, и ему придет определенное сообщение. То есть такая схема взаимодействия с пользователем автоматическая. И как ни удивительно, но про сервисы видеопосева мы говорим в самом конце. Считаем, что это, наверное, наименее эффективный инструмент. Он эффективен, наверное, для более массовых продуктов и большого охвата. Но получаются просмотры там дороже и очень слабое таргетирование. Но если вы пользуетесь некоторыми из сервисов, можете написать менеджерам и уже индивидуально с ними разговаривать и просить, например, мы хотим показывать на данные-данные такие-то площадки, можно ли это организовать. Мы хотим, чтобы это видео показывалось без возможности пропуска 30 секунд, и чтобы не было кнопочки пропустить. Тогда все-таки пользователь смотрит не на кнопочку готовую нажать, а смотрит сам видеоролик. И если уж стоит использовать видеопосев, то именно 30 секунд с индивидуальным каким-то таргетом и работать лучше индивидуально со своим прикрепленным менеджером от этого сервиса. Сервисов таких с десяточек наберется, есть там топовые 5. В принципе, выбирайте на ваш вкус, они примерно равны со своими какими-то особенностями. Вы познакомились с первой стратегией видеомаркетинга – видеопосев. И еще раз, его стоит применять в самом начале для тестирования ниши, для первого понимания, кто ваша аудитория, кто видеоролики смотрит, сделать первые выводы, какие площадки работают наиболее эффективно и какие видеоролики работают более эффективно. Нужно постоянно вкладывать денег, требует больших затрат, но при этом очень быстро можно это все осуществить, достаточно мало вкладывая силу. Если вы хотите узнать подробнее об этой стратегии, то мы обязательно сделаем видеоролик, и если он уже появился, то есть ссылочка в описании. Итак, вы познакомились с первой стратегией видеомаркетинга – видеопосев, о его плюсах и минусах. В следующем видео мы расскажем о видеоворонках. И помните, если вы хотите обновить, вспомнить информацию или узнаете что-то более подробное, у нас есть аналогичные статьи в блоге на сайте. Ссылочка в описании. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу, и будьте на виду!